Дорогие друзья, я прошу вас открыть вместе со мною Евангелие, Библии ваши. Мы прочитаем текст, который записан в Евангелии в послании святого апостола Павла к Ефесянам в 4 главе. Откройте, пожалуйста, послание Ефесянам 4 главу. Мы прочитаем первый стих и затем некоторые стихи во второй половине этой главы. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Из 20 стиха. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. 28 стих. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Все послание к Ефесянам можно условно разделить на две части. С первой по третьей углавы апостол Павел описывает, кто мы есть как верующие люди. Кто есть спасенный Христом человек. Кто есть возрожденный человек. То есть апостол Павел описывает наше состояние. Вот с того момента, как мы получили спасение во Христе, наше положение во Христе. А во второй половине этого послания, с четвертой по шестую главы, апостол Павел пишет о том, как же должен жить спасенный человек. Как он должен поступать в практической повседневной жизни. И вот мы прочитали, что эта вторая практическая часть послания Ефесянам, она начинается с очень важного слова. Итак, это слово, оно показывает, что апостол основывает описание практической жизни, которую он дальше будет давать, на том учении, которое он уже изложил, которое он уже преподал в первых трех главах. А в первых трех главах он преподал то, что сделал Христос для нас. А дальше апостол Павел говорит, а теперь я буду говорить, что делает Христос в нас, в нашей практической жизни. Братья и сестры, христианская жизнь, она основывается не на невежестве, а на знании учения Господня. И чем лучше мы понимаем учение Библии, тем проще нам выполнять библейские заповеди. Когда люди иногда, верующие люди говорят, не нужно много говорить об учении, надо больше говорить о практической жизни. Я думаю, что такой человек, он просто до конца не понимает, как действует Дух Святой в жизни верующего человека. Другие говорят, не имеет значения, если вы что-то не знаете, если вы не знаете, во что вы верите, а главное это правильно жить. Да, правильно жить нужно, но я думаю, что это неправильное утверждение. Имеет значение, что ты знаешь и во что ты веришь. Потому что твоей верой определяется твоя жизнь. Ты живешь так, как веришь. Имеет значение, что ты знаешь и во что ты веришь. Еще раз скажу, потому что твоя жизнь определяется твоей верой. Ты живешь так, почему? Потому что твоя вера тебе позволяет так жить и так поступать. Если ты хочешь знать, какой ты верующий, то посмотри не на то, что ты поешь или что ты читаешь, а посмотри, как ты живешь, какие твои дела и поступки, что ты делаешь. Поэтому эти две части, они очень взаимосвязаны. То, как мы поступаем, основывается на том, кто мы есть, как мы верим. И если в жизни христианина не проявляется плод Духа Святого, дел не проявляется, нет соответствующих его положению, его званию христианина, тогда мы можем поставить большой вопрос. А является действительно ли он спасенным? Действительно возрожденным? Иисус Христос эту же истину, Он вот так выразил в 6 главе, Евангелие к Луке написано, «Нет доброго дерева, которое бы приносило худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы добрый плод. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое». И вот апостол Павел в этой главе, он говорит, что будучи спасены, мы, находящиеся во Христе, мы находимся во Христе. И это, во-первых, отличает нас от всего остального мира. То, что мы во Христе. Наше положение, наше новое состояние. Посмотрите, в ваших Евангелиях, 17 стих, апостол Павел говорит, «Вы не такие. Вы когда-то поступали, но и как прочие народы, но сейчас вы стали другие». 18 стих, «Они помрачены в разуме, они отчуждены от жизни Божьей, а вы, вы другие. У вас другое положение. Вы причастники Божьей жизни. Вы обновлены в разуме». 19 стих, «Это они делают грех с ненаситимостью, а вы другие. Вы живете в праведности и святости истины». Апостол Павел подчеркивает вот этот контраст, что поступки христианина, они должны полностью отличаться от тех действий, которые в мире есть. Это они, еще раз повторю, так живут. А вы, вы слышали о Христе, вы научились во Христе, вы познали Христа. Да, вы тоже когда-то были в мире, но когда поверили, когда получили новую жизнь, у вас произошла перемена, вы стали другими. Поэтому апостол Павел подходит к этой теме практической жизни. Поэтому отложите прежний образ жизни. Или, как мы видим здесь в этой главе, в 24 стихе, вот такое сравнение. «Снимите с себя эту старую грязную одежду и оденьтесь в новую, в чистую одежду, которую вам дает Господь». И обратите внимание, что Христос приготовляет эту новую, чистую одежду, но одеться в нее должны мы сами. Он нам ее дает даром, но применять в жизни своей мы должны сами. И вот дальше апостол Павел описывает в этом послании, как же практически одеть эту новую одежду? Как это сделать? Вот эту праведность, которую приготовил и дал нам Христос, как она должна в нашей жизни проявляться? Тема, которую предложили мне братья, она звучит так. Выбор профессии по воле Божией. Это касается исключительно всякого человека. Работать должны все. Так говорит Бог, так учит Евангелие, об этом и говорит жизнь наша. Сегодня на Земле существует более 40 тысяч профессий. Выбор профессии, который определяет так или иначе каждый человек, тем более для христианина, он очень важен. Очень важен. Потому что он повлияет на его жизнь. Поэтому христианин должен внимательно и осторожно подходить к выбору профессии. Когда мы читаем первые главы Библии, мы видим, что Бог создал человека, и он же, Бог, позаботился о том, чтобы у человека было какое-то занятие. Адам и Ева ухаживали за садом. То есть их работой до грехопадения была работа садовника. Дальше мы видим, Каин был земледельцем. Сегодня мы говорим фермер. Авель был пастух. Когда население земли умножилось, мы видим, появились кузнецы, появились медники, изготовители музыкальных инструментов или других разных орудий труда. Ко временем построения Вавилонской башни мы видим, уже были строители, каменщики, плотники. Новый Завет нам тоже говорит о разных профессиях. Сеятель, земледелец, виноградарь, рыбак, пастух. Но также мы встречаем Лука был врач, Акила, Прискила и апостол Павел. С ними они работали вместе, они делали палатки. Тавифа, швея. В России мы видим, что где-то в 17 веке статистика так говорит, что на Руси было около 200 профессий. В современной России существует более 7 тысяч профессий. Знаете, какие самые распространенные? Водитель, продавец, ну и близко к ним охранник. Может быть, кто-то ждет, но я не буду давать перечень профессий, в которых христиане не могут работать или не должны работать. Я не буду это делать по одной только причине, потому что это не делает Евангелие. Так Библия не говорит. Но Господь говорит главное на все времена. Господь дает нам принципы, правила, которыми мы должны руководствоваться в нашей практической жизни. И вот как раз об этом я говорил в начале. О том, что мы во Христе, что мы дети Божии. И это должно влиять на все. В том числе и на выбор профессии, и дальше на работу по определенной какой-то профессии. Тема надеяться на Господа. Братья и сестры, надеяться на Господа, это значит слушаться Господа. Что толку, что мы будем петь и уверять, как я надеюсь на Господа, как я возложил на него упование, но жить по-своему, надеяться на Бога. Это значит быть в послушании Богу. И вот я прочитал текст дальше, 28 стих. Я хочу на него дальше обратить внимание, что он говорит нам о нашей работе. Давайте посмотрим. Еще раз прочту. Кто крал, предник роди, а лучше труди, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Но вообще нет такой профессии вор. Но знаете, в любой профессии есть такое искушение. Даже в самой нейтральной, даже в самой, казалось бы, безобидной, и нужной, и полезной. Я когда учился в школе, в первом классе, тогда мы учились по букварю, родная речь, такие книжки мы были, целый год изучали, учили. И я помню, такой стишок мы учили. Я не помню его весь, я запомнил первую строку. Он начинался так. «Папа с работы принес молоток». И вы знаете, я учил его, все нормально было, но когда я вырос, я задал себе вопрос, а потом подумал, почему в голову не приходило, ладно, мы дети, но в голову не приходило взрослым, редакторам, учителям, цензорам, которые все это смотрели, почему им не пришел такой вопрос в голову, а почему не с магазина принес, а с работы. А потом, вот учившийся по такому букварю, они и другие уже стишки сочиняли во взрослом возрасте, ну, из советского фольклора. «Тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость». И так и жили, так и жили. Говорят, что однажды у русского историка и публициста, литератора XIX века Карамзина, когда он приехал в Европу, эмигранты российские, которые давно уже жили в Европе, они спросили, ну, как там в России люди живут? Он ответил одним словом, воруют. Я не хочу сказать, что воруют только в России, конечно, нет. Этот грех там есть, где есть грешный человек, в любой стране, в любой точке планеты. Но апостол Павел здесь говорит о работе человека. И почему-то он сначала говорит, не воруйте, не кради. И если раньше ты жил, ты такое допускал, потому что ты был другой человек, то теперь ты новый человек. Поэтому, Павел говорит, вместо воровства трудись. Лучше трудись, честно работай своими руками. Не воруй, а работай. И работая не воруй. Работа бывает разная, профессии бывают разные. И действительно, не любая работа, не любая профессия подходит для христианина. Для того христианина, я еще раз подчеркну, который во Христе, который желает снять с себя эту ветхую одежду старого человека, который хочет облечься в новую одежду и жить по-новому, по заповедям Божьим, по воле Божьей. Не любая работа подходит для христианина, не любая профессия. Ну вот мы сказали, самый распространенный водитель, продавец. Я вам приведу несколько примеров реальных, которых водитель. Казалось бы, ну, обыкновенная профессия. Нельзя сказать, что она святая, нельзя сказать, что она грешная. Но искушение есть даже в самой нейтральной, можно сказать, профессии. Брат устроился водителем на одно предприятие. Вот так подошла уже зима, ну, работы по строительству нет, как-то зиму пережить, хоть какой-то достаток. И вот он устроился, ему объяснили. Первый день он знакомится с правилом техника безопасности, второй день он сидит рядом с другим водителем и стажируется, а третий день уже работает сам. Но когда выезжает водитель утром, ему выписывают путевой лист, ему там дают определенное количество топлива и все он должен по этим маршрутам ездить, где быть, а вечером, когда он приезжает, он должен все заполнить, что он делал, и сдать, и за это ему начисляется зарплата. Что делают все остальные? Чтобы получить зарплату, нужно больше написать. Что делает брат? Он же христианин. и он решает писать правду. Но ему сразу сказали. Здесь же сразу ему сказали, а ты что, самый умный у нас, да? Ты пиши как все. Это как получается? Мы работали вместе, у тебя будет один километраж, у нас другой, у тебя будет один расход, у нас другой. Так не должно быть. Что ему делать? Он пошел к начальнику и говорит, как мне быть? Начальник улыбается и говорит, вот так, и все. Этот брат ушел. После третьего дня работы, можно сказать, он ушел с этой работы, с этого предприятия. Почему? А потому, что он не мог жить по лжи. Потому, что его вера, его новая природа, она ему это не позволяет. Она не позволила ему обманывать. Он в новых одеждах. Он отвергнул ложь. Он практически ее отвергнул, реально отвергнул, хотя это стоило ему работы. И вот казалось бы, можно водителем работать? Можно. но и там есть определенные искушения. Когда-то у нас покаялась одна женщина из мира. Покаялась, посещает собрание целый год, заявляет на крещение. Мы беседуем с ней. Узнаем, что она работает продавцом в магазине. продавать хлеб, продавать молоко, сахар. Разве это плохо? Разве это грех? Не грех? Это можно. Но в этом магазине продают и другое. Продают и спиртное, продают и табак. И вот мы беседуем и спрашиваем, ты как христианка, что тебе говорит твой вот внутри Господь, что он тебе говорит? Ты можешь это предлагать людям? А кто-то еще спросит, а что вы мне посоветуете, что лучше? Эта пачка или эта пачка? И ты как продавец, ты консультировать должна и все. Вот как ты поступаешь? Мы беседовали раз, два, она так говорит, я договорюсь, я договорюсь с хозяином и я не буду это продавать, я буду работать в другом отделе. Человеку надо верить, и мы поверили ей, мы ей поверили, мы ей преподали крещение. Проходит некоторое время, и я узнаю, что она не работает уже в магазине. Я к ней подхожу и спрашиваю, почему? Тебя уволили? Нет, я сама ушла. А почему? А потому, что такая ситуация. Или хозяину плохо, или мне плохо, как христианке. Нет, зарплата нормальная, все, но как христианка я не могу это делать. Она ушла с этой работы. Казалось бы, продавец, ну, такая нейтральная профессия, но и там есть искушение. Ну, еще один тоже пример из жизни, это тоже покаялся один человек, молодой человек, постоянно посещал собрания, так было несколько лет, и затем он заявил на крещение, когда мы беседуем, спрашиваем, узнаем, что его работа, так скажем, его профессия, это он меняет валюту. На вокзале меняет валюту. меняло валютчик. Ну, кто знаком из нас с этой профессией? Я думаю, что никто, вряд ли кто-то, да, это такая редкая, можно сказать, да, в кавычках профессия. Ну, когда мы спросили, а ты все честно делаешь? И по закону ты имеешь право это делать? Он говорит, конечно, нет, конечно, нет. Тогда мы ему сказали, что такая работа невозможна для христианин, она не подходит тебе, мы тебе не можем преподать крещение, это связано с нарушением закона и другими разными вещами. К сожалению, он выбрал работу. Сегодня его в церкви нет. Братья и сестры, я больше ничего не буду говорить, я просто еще, ну, я имею примеры, я просто хочу сказать, что работать надо. Так Господь говорит, хочешь кушать, работай, трудись, но как христианин, как дитя Божие, как человек во Христе, у которого положение такое, состояние такое, пребывающее во Христе, ты должен соответственную и работу соответствующее искать, и профессия соответствующая должна быть, в которой ты должен, вот как мы здесь, смотрите, дальше читаем, лучше трудись, делая своими руками полезное. Вот посмотрите, как апостол Павел дает нам принцип, правило на все работы. Во-первых, делая своими руками, ты должен работать, понимаете, не здесь взял, там продал, там взял, там перекупил или еще ты должен работать своими руками, своей головой. Ты должен работать. И больше того, ты должен полезное приносить. Вот принцип, который должен у тебя быть как христианина, когда ты выбираешь работу, выбираешь профессию. Ты должен делать полезное. не просто что-то делать, за что хорошо платят деньги. Да, бывает противоречие входит. Моя христианская совесть, мои принципы христианские и зарплата хорошая. Там платят хорошие деньги, но там есть нечестность, там есть еще какие-то грехи. Входит противоречие. и тебе нужно выбрать как христианину твое положение, твое состояние во Христе, чтобы не нарушилось. Писание говорит, выбирай работу себе, чтобы приносить пользу, пользу людям, пользу обществу, пользу церкви, пользу себе, пользу семье. А если ты не можешь определить на основании священного Писания, ты не можешь определить, что эта работа полезная, если ты не можешь так сказать, то тогда скорее всего эта работа не для тебя как христианина. Не для тебя как христианина ты не должен там работать. Почему? Потому что ты во-первых христианин, ты во-первых дитя Божие, а уже потом ты работник. Везде и всегда, на всяком месте, в любом обществе, ты во-первых христианин, ты во-первых дитя Божие. И это должно определять все остальное в твоей жизни, в том числе и выбор профессии, выбор работы. Но апостол Павел дальше здесь говорит в этом стихе, делая своими руками полезное, и при этом ты должен работая, всегда иметь еще один принцип в своей жизни, это тоже христианский принцип. Уделять нуждающемуся из заработанного. То есть ты должен иметь целью своей работы, своего заработка, не только содержание себя и своей семьи, но как христианин, никогда не упускающий эту цель, ты должен отдавать, ты должен делиться с кем-то, кто нуждается, кому нужно, ты должен делиться церковью, и это все Библия говорит, ты делаешь для Бога, потому что ты дитя Божие, ты исполняешь его волю. Это принципы, это правила христианина, которые он должен жить, по которому должен жить, если он, если ты облачился в новые одежды святой и праведной жизни. Итак, братья и сестры, я хочу в заключение продолжить то, что я сказал вначале. Апостол Павел описывает, во-первых, наше положение, наше состояние во Христе, а потом из этого вытекает практическая жизнь. И наша практическая жизнь, она показывает твое состояние. Павел говорит, спасенный человек, он во Христе святой, он усыновлен, он избран, он запечатлен, он искуплен, он живой, он воскресший, он творение Божие, он член тела Иисуса Христа, он свой Богу, он посажен на небесах. Это все он говорит в первых трех главах послания эфесянам. И это не моя заслуга, это не ваша заслуга, это не мы заработали это, это заслуга Иисуса Христа, это он святой и праведный. И раз мы назвались его званием, мы приняли в основу нашего звания корень этого слова Христос, христианин, так Павел говорит, если ты имеешь это звание, носишь, взял его, но ты поступай так, как Христос. Если он святой, то и твоя жизнь святая, если он верный, и ты в практической своей жизни ты будь святым и верным везде, всегда и во всем. Пусть Господь нам в этом поможет. Аминь. Аминь.